Я, конечно, слушая всех выступающих, у меня было направление в руки. Вот расскажу об этом, расскажу об этом. Очень меня затронуло, что вы вспомнили о истории лириков и физиков. Я действительно по жизни училась на физика, как говорится, а стала, вот видите, лириком. Ну и, зная, что еще и художник. Ну я хочу сказать и выразить благодарность всем тем моим педагогам, действительно, бывший МКИ, сейчас университет наш, что действительно подготовка была серьезная. Нам всегда говорили, можете не запомнить формулы, можете все забыть. Главное, чтобы вы научились работать с литературой и знали, где это взять, где эту формулу найти. И я это часто вспоминала, когда именно искала в архивах то, что хотела найти. И, слава Богу, мне как-то, как говорится, силы высшей помогали. Столько с этой книгой было связано интересных моментов, открытий. И я просто вот благодарна всем здесь сидящим, многих вижу, с которыми я вот работала. И кто мне помогал, может быть, меня даже не знает, потому что я работала с их литературой. Я в своей книге пишу все эти благодарности нашим местным краеведам, которые очень тоже тщательно все это прорабатывают, просматривают. И вот, слава Богу, все это сейчас можно найти в интернете или на полках библиотек. И всем этим я, конечно же, воспользовалась. Ну, а то, что вот эту книгу действительно мы, можно сказать, сверстали вместе с моим вдохновителем, с моим давним другом, с моей подругой, с моей кумой, Ирина Николаевна Журавская, она здесь вот присутствует. Это то, что было, конечно, чудо, и мы с ней лишний раз вместе поработали. И благодаря вот этому моему герою, теперь мы, как говорится, спать уже жились с его именем на устах и просыпались. Потому что, действительно, этот герой, не только он, а все те, которых я здесь затронула, совсем чуть-чуть, совсем немного, все остальные руководители порта Николаевского до 1320 года, я о них скажу, конечно. Это вообще действительно оказалось белое видно, и они нас вдохновляли, находились новые какие-то крупинки буквально информации, и всему этому мы радовались и пытались вписывать уже вот эту совсем небольшую уже книгу. Конечно же, это ведет к тому, подводит нас к тому, что все-таки придется писать и в дальнейшем об остальных героях, которые в данной книге даны просто как биографическая справка. А Лоренц Карлович Юстус, это действительно удивительный человек, оказалось, герой, который всех их объединил и, по сути, по смыслу, он проработал в Николаевском порту с 1885 года по 1917 год, не выезжая никуда, он здесь все время жил, жил в порту, прямо с 1904 года, когда было построено здание, я потом вам это сейчас все покажу, пока так в общих словах, он там жил и работал, то есть, можно сказать, не выходя прямо со своего рабочего места, вот, поэтому вклад его, конечно же, огромен, и, ну, о такой личности нельзя было не рассказать. А все остальные, тоже здесь они были начальниками порта, получается, он их всех знал, они были все, он был начальником работ управления порта, а был еще и портовое управление, административное управление, которое занималось именно конкретно управлением порта. Но, приступим к Лоренцу Карловичу Юстусу. Ой, вот, мы не знали его даже образа. Он, к счастью, был найден, вот этот портрет, он взят из херсонских архивов, там был сфотографирован на виньетках, таких коллективных, маленьких, и поэтому, конечно, при увеличении страдает качество, но, тем не менее, мы хотя бы уже увидели его образ, и потом я вам покажу не один.